Да, одна из немногих команд пикает активно на нагу. Такой герой, опытные команды ее любят набрать, она меняет, она ломает, то есть она ломает тимфайт своим слипом. И доту она ломает. Ты за этот слип как раз? Клипов она еще ломает час где-то, все ломает. Не, если там даже на суппорта, если брать, ты за этот слип можешь перестроить свою драку, если она как-то не пошла ни в то русло. Опа, MVP, что-то новенькое, старенькое. Ну, новенькое такое, да. Я забыл, а когда вообще видел Вингу на этом турнире, он вообще не видел, а то тогда первым пиком сходу же в плейоши. Ну, там луна, ага, ну так вот, да? Ага. MVP пикает в секунду. Вы знаете MVP, у вас либо есть идея, либо вы MVP. Либо вы проиграли. Это я в Рам Видли, может, такую серию сегодня. Этот вивер против Shadow Demons. Винкс. В первой стадии был вивер сегодня. Я про коллов. Коллы против Вингу вот сейчас. Хороший болельщик. Все у меня в порядке. Главный. Вопрос только чего? Болельщик чего? Ну, корейский сектор действительно присутствует в зале. Я хочу увидеть, как MVP покажут нам, как можно сыграть против луны Shadow Demons эффективно. Раз они пикают в Вингу на ФП, вивера не думая, очевидно, они знали, что враг возьмет Shadow Demons луна. И у них есть идея. Хочется теперь понять, что за идея. Ну, вот каждая команда играет. Ну, SD луна понятно, но ни OD не было в первой стадии в бане, ни дровки. То есть, команды не боялись отдавать. Минус ДК. В принципе, герой, которого мы видели за последних 5 игр. Три раза играл. И в комбинации тоже смотрится очень неплохо. Но... С луной очень хорошо заходят, да. Без мастера какого-то я бы убрал, наверное, на месте MVP под все это делают. Ну, мне кажется, с такой идеей, раз они банятся, им надо еще банить инвокера. Эммм... Еще... СФ-чика. Не стоит забывать, на самом деле. Но под SD луну это, все-таки, немножко жадновато. Все-таки СФ-чик смотрится. Ну, не факт, на самом деле. СФ, он... Универсальный герой. Он такой... Сам на себя может играть. Мне кажется... Ну, вот у меня есть подозрение, что MVP хотят вот как раз впихнуть побольше СФ-ов всяких им туда, может быть, алхимиков каких-то. И задавить раной что-то вот такая, какая-то мысль в голове у них вертится. Алхимиков вот же и сами забанят в первой стадии. А, ну, тем более. Тем лучше для MVP. Бюджетцы отходить не будут. Это будет какая-то четверочка там для Джеракса, может тот же Спирит его символтурный. Спирит. Огр тот же, который пробафает, да. И в мид для инвокер, ну, это, скорее всего, стандартно, на нем больше всего играет. Я бы даже не Спирит, наверное, банил. Я бы здесь Рубика забанил. Лучше убрать. Да, это факт. Но они банят против MVP. От греха. Эта фантомка, она просто от греха всегда против импи играет. Корейская, да, бешеная. Ну, не знаю, мне кажется, что MVP и не хотели брать Фантом. Чувствую Спирит Брейкера от MVP и вперед. Чувствую Дарк Сера от MVP. Вот не знаю куда. А может быть даже оба. Куда-нибудь. Ну, или что-то очень интересное могут MVP показать, там, некрофон какой-нибудь. Уже сейчас под шелтудем, но могут, ну, не знаю, этого Рубика можно под Фиверу взять, может взять опять же своего Джерекс Коронного Спирита, потому что камень залетает нормально. Это для S4. Селедочка. Не факт. Может и Джерекс. Он уже играл. А это может быть, вот, мне просто, например, нравится, я так понимаю, не только мне. Если у тебя есть Shadow Demon, как раз Слардар на четвертую позицию. Очень эффективно гангать, как бы получается. На лайне синергия есть вот это все. Да, очень хорошая синергия. И, ну, просто. Причем, когда пик доходит у тебя до середины, ты можешь, вот, ну, очень круто забирать таких героев, которых ты можешь поставить на несколько позиций. Вот, и Слардар один из них. Ну, прячешь свой пик, то есть не раскрываешь. Да, да, да. Можешь его и в оффлайн запихнуть, ну, и вроде на четверочку можешь заехать, если ты вот сейчас вот посмотришь еще несколько там героев команды противника, и потом поменяешь решение свое. Ну, да. Это удобно. Гибкость. Гибкость решает. А вот, начинается Абаддон. Кстати, хороший очень прик против Слардара. Да, и старенькая-старенькая стратегия от Вивера-Абаддона, и, может быть, они даже даблой в оффлайн пойдут. Скорее всего, так и будет. Ну, вот, видно, что MVP хотят поддавливать на ранних стадиях. Это нормальный план. Ну, любят они поддавить чуть-чуть. Брюлмастер, кстати, против Абаддона. Шикарный герой. Абаддон весь файт летает в еулчике. Вот тот самый Брюлмастер сейчас, мне кажется, и за есть. Сейчас Слардар они как раз отдадут Джераксу, и спокойно как раз С4 сядет на этого Брюлмастера, потому что реально, вот, когда пикаешь у таких героев, как Абаддон, которые просто там не дают тебе в драконе ничего нормального сделать, ни амплифайя не залетает, вообще ничего, он сейчас будет просто летать. Есть одна проблема. Я, как опытный Брюлмастер, хочу заявить очень большой кулдаун. То есть, если враги и раны идут, а у тебя первого уровня ультимейт, ты не можешь. А OG очень хотят идти. Не, MVP хотят идти. И еще сильнее хотят идти. MVP будут поддавливать. OG Брюлмастером не рискнули играть, но я бы на их месте тоже бы не играл. Это опасно. Более стандартное взяли. Он может быть бесполезным, может стать бесполезным. Они тоже хотят подраться просто. Они хотят принимать вот этот бой. Просто с Абадоном, понятное дело, будут идти вперед агрессивно, чем МП Фениксом. Взять вот этот Дарксир, которого на самом деле здесь ловить очень трудно, потому что если только один стану Венчфул Спирит, это быстрая мяка будет. А быстрая мяка решает драку. Не удивлюсь, лишь рачку еще от MVP, который пойдет, чтобы давить, чтобы ломать пушки с вингой в легкую. Просто посмотрите, бонус тайма. Или Джакира. Бонус тайма и MVP почти не потратили вообще 17 секунд. Такое значение. План был готов. Был готов, но пока план, конечно, выглядит как план, но что-то как-то не верят, что у них получится так жестко. Пока не видно, что они бегут на 15-й трон ломать. Кого в мид? Джаггернаут, скорее всего, это в мид. Джаггернаут в мид, но думается, что так. Я думаю, что керри какой-то будет, к винге в легкую. А потом в игре в оффлейн. Может быть, и так. Тут пока не угадаешь. Ну, вообще, кстати, Джаггернаут может оказаться и керри, просто потому что Джаггернаут против Дарксира неплохо там стоит. Ему достаточно удобно. Не всем керри там удобно. Живется. Против 4G надо мидера забанить MVP сейчас. Наверное, того же инвокера. Потому что если они собираются идти в оффлейн, инвокер как раз под комбинацию это Салардар, Шаду, Демо, Луна, Саундстрайк он будет пробивать эти щиты все. Это точно надо инвокера забанить, на самом деле. Там, в конце концов, форжи ломают палку. Это не очень приятно. Так вот до этой палки может и не добраться. Один форж этот, по-моему, едет такой тук-тук-тук-тук. На самом деле, с таким же одним пиком могут и Алхимика взять. Ваня, Ваня. Тысячу лет назад. В первой стадии. А, вижу, да-да-да. А так могли? Неплохо было и Тимбер, и Алхимик, на самом деле, сами. Вот MVP только сейчас задумались. Они на этот бан потратили больше времени, чем на все четыре пика за четырьмя банами. А вот он, товарищ Толстолубик. Толстолубик? Что? Ну, его называли так. Кто? Ваня Липака. Непажно. Непажно, кто так называет, главное, что Толстолубик. И снайперочек подъезжает. Интересный поворот. Токери Джаггернаут пойдет с Драктином, там, драконица. А что может значить снайпер? Ну, просто снайпер. Это просто снайпер. Он стреляет. Он стреляет по Луне. У Луны маленький рейншоу, у снайпера большой, понимаешь? Снайпер стреляет по Луне. Мне, на самом деле, пик MVP Феникса не нравится. Но он странный. Мы испортили его снайпером, потому что он жадный. Он очень жадный. Это MVP-шный жадный пик. Снайпер, Вивер, Джаггернаут. Это все под Абадоном и Vengeful Spirit. Что? Их просто сомнут. И у нас потихоньку появляются уже комментаторы, которые готовы комментировать последний матч. Но мы все-таки досмотрим драфт. То Джи и MVP Феникс. Нам очень интересно, что они доберут. 10 секунд. Это Эмбер Спирит. Ладно, давайте не будем разводить демагогию. Поговорим после матча. Первая карта ОДжи против MVP Феникс. Прямо сейчас комментируют Каспер и друг. Команда ОДжи, ну, чем черт не шутит? Мне кажется, могут. Ну, в первую очередь это связано с тем, что MVP в последнее время выступали крайне неуверенно. Они даже на WESG недавно прошедшем на своих квалификациях уступили командам, названия которых никто даже и не знает. Там обыграли ребят каких-то из Японии. В общем, это выглядело действительно очень-очень плохо для них. Да, невыразительно, действительно. Поэтому кредит доверия к MVP в последнее время очень мал. Но сейчас у них есть все возможности, все шансы для того, чтобы наконец-то хорошо выстрелили. А дальше отступать некуда. Некуда отступать на самом деле, потому что сейчас-то главная, наверное, проверка будет для команды MVP на прочность. Насколько дееспособен этот состав в принципе? Не надо ли разгонять их и набирать новых молодых, по примеру, китайских коллективов? Я думаю, сейчас очень много внимания уделено конкретно команде MVP и вопрос, как же они здесь сыграют против OG. Да, так как сетка Single Elimination, то, естественно, она благоволит командам, которые являются как раз-таки аутсайдерами. В данном случае это MVP. Ну, и вот нам показывали только что QO на снайпере. Вело Джаггернаут керирующий. Собственно, 4F или 4RF Offlane Weaver, как нам намекают. Фэбби, суппортирующий Абаддон, который уже, кстати, встретился с Луной. Там у них битва вардеров была. И Дубу на суппорте. Команда OG. Флай будет играть на Shadow Demone. Ember Spirit для Анна. Слардарм от Джеракса. С4 забирает себе Дарксира. И NoTales играет на Луне. Команды готовы. Команды пока еще не встретились. Немножечко с вардами разбирались оппоненты своих. Ну и видим, по вижену поставили в легкую линию себе OG. Прямо под вышку команды MVP. Я так понимаю, будет агрессия от команды OG. Примерно за Т1. Там вообще был интересный развод. Получается, Луна побежала первая. Встретила вардящего парня. А в это время один из суппортов обошел снизу через секретную лавку. И поставил этот вард на холмике. И фактически он остался незамеченным. То есть это такой интересный был момент. Они там два действия одновременно делали. И Руна. Битва за нее, я полагаю, вряд ли состоится. Там только один Джиггернаут. Да, не рискнет. Конечно, не рискнет Джиггернаут. Ну, это Джиггернаут в легкой линии. Потому что добрали снайпера пятым игроки команды MVP. И Кио будет стоять на центральной линии против Эмбер Спирита. На самом деле, есть у меня опасения конкретно по Эмбер Спириту. Потому что снайпер, во-первых, неприятная цель. Во-вторых, тот, у кого физический урон, он очень сильно напрягает Эмбер Спирита. Очень сильно на старте. Безусловно. Эмбер очень сильно не любит таких ребят. У него всего лишь две единицы брони. Значит, он крайне уязвим именно к физическому урону. Против магии у него есть флеймгвард. Но вот снайпер магией бьет не всегда. И смотри, что произошло. OG немножко сменили линии. Потому что, я полагаю, MVP рассчитывали поставить Джиггернаута против Дарксира. Как наши аналитики и предполагали. Но в итоге мы видим то, что Джиггернаут стоит сразу против трех персонажей. Это то, чего он видеть явно не хочет. А вот Вивер вместе с Абадоном развлекаются в своей сложной против ДС. Немножко неправильно, как по мне, на старте. Мне кажется, Джиггернаут совсем-совсем скоро переедет в противоположном направлении. Да, пожалуй. Либо с Джаггером надо, либо усилять просто линию с Джаггером. Либо же как-то Джаггера переместить. Обезопасить немножко его. Но пока мы видим, она напрягается очень сильно. Потому что Винджи Фулл Спирит на полную ману. Уже вкастовала все, что было у нее в мидера коллектива OG. Но будут напрягать его. Будут напрягать. Это будет делать снайпер. Просто как только выпадет ему возможность настреливать где-то пульсу Эмбер Спирита. Ну и конечно же Винджи Фулл Спирит не зря здесь. Просто со старта как-то немного придержать Эмбер Спирита. Да, все-таки решили перераспределить силы. То есть Вивера оставляют все-таки на верхней линии. А вот вниз решили стянуть двух героев поддержки. И Винга с Абадоном, я думаю, смогут обеспечить ту самую хорошую поддержку Джаггернауту, которая ему необходима, чтобы комфортно стоять на линии. И возможно OG сразу увидев этих героев просто дадут по пятну и не захотят с ними сражаться. Мне нравится, как действует С4. Ну, конечно же, на опыте играет данный парень. С4 понимает, что его особо Вивер не напрягает, да, если только не быковать. Если увидим С4, то понимаем, что там семь своего армора, там есть Stout Shield. И что сейчас может делать Форильф? Либо это Шукучи как-то харасить оппонента, либо же через Swarm, вот как сейчас, хоть как-то здоровье подфортить. Но в целом, если руками начнет Вивер разминать Дарксира, то у меня плохие новости. И минус Курьер на центре. Shadow Demon классно пробегал, хороший тайминг, Fly поймал. И в итоге забирают Курицу. Некоторое время артефакты будут недоступны, да и денег много на старте дается всем этим суппортом. Отмечали, отмечали прекрасную игру этого саппорта коллектива OG. Капитана, так, поймали у нас Луну. Луна старается сделать ТП-аут. No Tail успеет ли? Не успевает уйти No Tail. И, наверное, в последнюю миллисекунду забирает этот фраг команда MVP. Вела проливает первую кровь. 1-0 команда MVP. Да, и OG сразу же, как только увидели эту смерть, смерть Луны, решили сменить тоже линии. Отправляют Дарксира вниз. Луна после появления сразу же отправится на верхнюю сторону. Вела убегает. Хеллингсалф продолжает работать, даже несмотря на то, что Айншелл бьет Вела. Но баночка его вылечила. Плюс Хеллингвард, конечно же, стоял. А теперь Дарксиру непонятно, стоит ли вообще здесь находиться. Потому что, ну, стоять против крипов, тем более вдвоем стоять против крипов с Айншеллом, я думаю, Джиггернаут сможет и быстро будут расправляться с этими ребятами. Вопрос только, Дарксир не станет ли проседать. Потому что тот же Вивер, он ничего особо С4 не делал. Что касается Джиггернаута, тем более в паре с Абадоном от Фэби, я думаю, Дарксира начнут с проблемой. Может, даже мы его увидим где-то в лесу. Возможно, такая есть у этого персонажа. Абадон в одиночку не то, чтобы сильно гоняет этого парня, но при поддержке той же Винги, например, всякое может произойти. Вот, кстати, о Винге. Сейчас мы видим под Шрапнелью. Она начинает сражаться с Дубу. Дубу до последнего дрался, но все-таки решил отступить. Да, и, скорее всего, это правильное решение, потому что таким образом он продолжает бить Джеракса. Джеракс уходит, но срабатывает хэдшот у Киоу. И приостанавливается немножко селедка. И пару лишних ударов ловит. Она ждет. Да, загнали его. Просто пропустите этот поезд из трех персонажей. Потому что могли его забрать. 3-0. Начало агрессивное от команды MVP. И, в принципе, оно прямо оправдывает тот пик, который взяла команда MVP. Достаточно наглый выбор снайпера, который уже у нас участвует в нескольких фрагах. Много внимания уделяют линии центральной. Она страдает, причем страдает прилично. Ну и ответная реакция от коллектива OG. Да, будут выходить на Джигернаута. Или нет. Может даже и в центр переместятся. Но, может быть, обойдут все-таки вело со спины, скорее всего. Могут и в центр попытаться выйти. Да, действительно, кажется, сменили направление. Там Анна, он такой сладкий стоит. Вот прям просится, чтобы его забрали. И это будет такая своеобразная провокация для MVP. Они-то любили поубивать людей. И мы сейчас видим нападение. Джерак соглашает QO. У снайпера колоссальные проблемы. Хитпойнты очень быстро заканчиваются. И он умирает. Фэби просто не успел прилететь. Да, трудновато было снайперу хоть что-то здесь сделать. Забирают его. Ну и первая ответная реакция от команды OG. Первая кровь с их стороны. Ну и начинаются гуляния. Хорошо, что у нас не пассивная дота, где команды стоят по линиям в течение 15-16 минут. Тут, в принципе, персонажи, которые могут драться со старта. И это, я думаю, подарок и для зрителей, да и для игроков. Знаешь, чтобы не закисать там где-то на лайнах. Всегда интереснее сражаться. Смотри, 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 что происходит. А вот No Tail может и получить. No Tail тут непросто. Да, и Фэби также караулит Джеракса. Понимает, что если подойдет, то поймает Слизерин Краш. И руна ему в любом случае не достанется. Так что даже решил не обыковать лишний раз. У Вела немножечко нормализовались дела. 26 добитых крипов. 30 у Снайпера. Мы видим 17 заденайных. Это достаточно много. Эмбер Спирит немного недоволен. У него всего лишь 18 штучек добитых. Обрати внимание на количество крипов у Дарксира. Оно просто запредельное. 6,5 минуты. 45 крипов уже С4 добил. Это очень много. Да, герой очень опасный, если будет правильным образом собираться. И, соответственно, команда будет под него работать. Потому что это в первую очередь именно командный персонаж. Способный переворачивать драки. Но эти драки нужно грамотно организовать для начала. Нужна какая-то поддержка, продолжение. Например, в случае OG это, естественно, Блинк Даггер на Слардере, например. Джеракс обходит вело. Успеет ли раскрутиться. Фейк от Джеракса. В итоге остановили Джиггернаут. А С4 стяжка пошла по вело и старается уйти. Отсюда Джиггернаут. Он может это себе позволить. Во-первых, Блейфьюри. Во-вторых, Фейсбутс уже имеется у Джаггера. Догнать его не получится. Тут я хотел еще момент отметить. Мы не обратили на это внимание зрителя. OG, когда заходили на центральную линию, они еще неплохие ворды расставили в лесу команды из Южной Кореи. Видим, ближний спот к Лайну. Забанили один и... Ну, не забанили, а, в принципе, получили контроль и получили информацию, кто же там фармит. Да, очень-очень агрессивный обзор стоит у OG. Она уже не поймать. У Аны седьмой уровень. Спокойно улетает на Ремнант под собственной вышкой. Так, на нижнюю линию перемещается OG втроем и спокойненько забирают вышку. Прогнали Вело отсюда и забирают первую вышку для себя. Начало неплохое. Судя по количеству крипов на Дарк Сирии, в целом, как распределились крипы по корпусу с нашим командой OG, мне кажется, по графикам они будут чувствовать себя великолепно. Да, пока все относительно ровненько, относительно средненько. Вот единственное опасение у меня вызывает именно Слардор, который не вывозит свои предметы. Естественно, пока еще рано, наверное, об этом говорить, но на линии, я вижу, он еще особо не засиживался. У него вот Транквил и Винблейс. Он просто даже подойти сюда не сможет, его снайпер расстреляет. Вот так, например. Жуть какая-то. Вот, казалось бы, двойной урон у Ана, но поймает ты любое оглушение и тебя уничтожат моментально. Потому что ты просто слишком тонкий. У тебя всего лишь 730 здоровья и... И обратите внимание, кстати, обходит Вивер, обходит Ана. Должны там, я слышу, Сформ уже полетели, начинается драка. Ну, это просто 4RF. Головную боль команде OG решил оформить под Т2, чтобы не подходили под Т1 вышку. Что, попробуют перейти на верхнюю сторону, наверное. Там Луна обосновалась, но выгнать одну Луну труда не составит. Да, и 4RF мы видим уже туточки. Но Тейл, кажется, тоже все понял. Потому что вариантов особо немного, куда можно деться с центральной линии. Вот так вот неожиданно. И так как день на дворе, мы видим то, что S4 и Вела встречают друг друга. Шаду Демон, хотел сказать, один находится здесь, но нет, не совсем один. Да, улетел. Ана получил, конечно, стану Твинги, но хотя бы остался... Улетел из-под фокуса коллектива из Южной Кореи. Я думаю, центральную линию должны забирать. Слишком далеко находится Слардер. В принципе, Луна пока еще не подходит. Ана ищет себе позицию, чтобы ворваться. Да, вот как-то бы Хеллингвард сломать. Это главный вопрос. Пока хорошо рекомендовали того же Инвокера у нас в студии аналитики. Потому что можно просто форги до какого-то заслать. И он спокойненько будет ломать палку. Потому что здоровье, она восстанавливает какое-то невероятное количество за очень малые сроки. Чем дольше вы тянете, тем хуже же вам будет в драке. На Слардера выезжают. Вот, кстати, на тему фарма у Джеракса. Оставили ему наконец-то линию. Но немножко опасно. Потому что очень далеко под вражеской башней он находится. Да, и Джеракс знает, где находится команда MVP. Там есть вижи, там есть ворды. Джеракс специально шел на Глиэл. Потому что рядом есть Анана, Джеракс, Ультимейт, Вейла. И это фраг на Слардаре. Я бы сказал, это бесплатный фраг. Вот просто кулдаун на умни слэше и мана, которая стоит этот умни слэш. Зачем Джеракс шел туда? Да, тем более, пинговала команда OG по этой части карты. И у них был вижен. У них ворды там стоят. Действительно, у них хороший контроль этой части карты. И тем не менее, герой, которому сейчас нужно умирать меньше всего, это Слардер. Которому нужно все-таки вывести себе блинг как можно скорее, чтобы хоть какая-то инициация появилась. Одного Дарксира будет недостаточно. Нужно, чтобы было продолжение. Это критически необходимый момент. Но пока рано говорить о каком-то блингдагере, безусловно. И падает первая башня в центре у OG. Пока что MVP выглядит, к моему удивлению, достаточно уверенно. Заходит Ана. Чейнс повесил. И, кажется, готовый контратаковать MVP. Фориев подходит. Он долго провел много времени. Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не отбили голову Эмбер Спириту. Вовремя пошел килл Дарксира С4. Уже с Меккой. Это хоть как-то спасло Ана. Мне кажется, мог и отлететь. Близко был. Теоретически мог, да. И Дарксир, действительно, вот как раз те деньги, которые ему подарили на старте, сейчас, видишь, как пригодились. Это все эффект бабочки. Вот ты где-то чуть-чуть не дофармил, у тебя не хватало чуть-чуть на Мекку, ты не спас своего мидера. Мидер ушел в тильт, вы проиграли игру. Все. А потом он собирает бабочку, это в полной мере эффект бабочки. Да, да, да. Вот, кстати, опять находят Джеракса и просто прогоняют. Пытается собирать деньги, пытается собирать опыт, селедочка, но сложно. В текущих реалиях это очень сложно делать. Там, куда ни выйди, на тебя теоретически выходит венга, дает оглушение, а дальше просто расстреливает снайпер. На практике команда MVP уже получила очень сильного вивера. Мы видим по золоту, он немного уступает Дарксиру, он сильно обгоняет луну и невероятно сильно обгоняет Эмбер Спирита. Вивер – герой, который очень быстро разгоняется. Герой, которому немного надо на старте, чтобы начать убивать, в частности, там, мягких персонажей. Таких, как Шэдоу Демон, таких, как Джеракс, к сожалению, стоит об этом говорить, потому что Слардар без артефактов толком. И таких, как Эмбер Спирит, потому что вивер, еще раз напоминаем, бьет физикой. Очень сильно бьет физикой, и Эмбер очень сильно не любит таких героев. Не видел я Блайтстоуна у вивера, но, к счастью, команды MVP у них есть. Веншфул Спирит, который и так понижает броню очень сильно. То есть, еще сильнее будет получать по голове она. Очень интересное противостояние. Сейчас заходят на Сентри Вард свой MVP, Феникс. Используется с Кандайрами. Они понимают, примерно, в каком направлении убежали MVP. И сейчас Джеракс будет входить. Они с двух сторон, с двух сторон закрывают. Без блинка будет очень тяжело. Они не видят Джеракса. И Джеракс просто заходит со спины, не знает, по кому дать Слизерин Краш. Ультимейт пошел от Вела. Сразу же Мека. Но от команды OG уже потеряли Абадона MVP. Продолжается урон от команды OG. Кио очень сильно горит. Ноутейл разультился. Уже минус два со стороны команды OG. Минус три. Вингу тоже добивают. Минус четыре. OG выигрывает эту драку в полнейшие салаты. Кое-как пытается уйти отсюда вивер. Потому что, если его потеряют, я думаю, это будет полная фиаско на этом старте. По крайней мере, с моральной точки зрения. Прекрасно действовали игроки команды OG. По сути, в капкан попала южнокорейская команда. Потому что два героя зашло со спины. И даже то, что не дал вовремя там Сан Джеракс, выжидал момент. По сути, очень сильно команду MVP пошатнуло. То есть, было видно, что они не знают, что делать. Покажут, посмотри, как сильно ломается строй. Снайпер сразу уходит в сторону. Абадон, который вроде должен пытаться спасать снайпера, вынужден спасать себя. А теперь уже добираются и до стрелка. Киоу тут ничего не мог сделать. Ему на голову упало целых два персонажа. А когда у вас из драки пропадает такое большое количество урона, плюс Джиггернау, ты видишь, тоже очень мало здоровья имел к этому моменту. В общем, вот этот заход с двух флангов от OG, он был великолепен. И опять же, стоит отметить, что Мека, которая достаточно рано появилась у Дарксира, и эту драку позволила команде OG выиграть. Потому что Джиггернау дал хороший ультимейт. Он зацепил двух важных персонажей, но Мека Дарксира позволила полностью все перевернуть с ног на голову. То есть, MVP уже нечего было предложить своему оппоненту, и OG просто-напросто развалили всех, кто был рядом. На луна огромный стак эншентов должна выфармливать и примерно выбираться на позиции повыше, чем у вифера. Пока что я вижу, как Фауриев пытается протолкнуть вышечку немного. Вакуум пошел. Нет, Джеракс так не работает. Там с блинком чуть лучше эти вещи исполнять. И вновь, вновь готовы зажимать с двух сторон. Пошел крик от Vengeful Spirit. Джеракс, зачихни ты уже в конце концов. Сколько можно ждать-то? Да, и Эмбер пошел догонять с чайнов. Зацепил Vengeful Spirit. Тут же заходит Darkseer. Вешает Айншелл. И Вела также рискует умереть здесь, но сбить ему телепорт просто-напросто нечем. Джеракс оказался не совсем рядышком. Да, потеряли венгу, забрали при этом вышку игроки и команды. MVP. И отходят. Но и OG. Не могу сказать, что в минусе они остались. Они не могли толком подраться, потому что не было Ноутейла. Но Ноутейл занимался очень полезными вещами на тот момент. Он уже сравнивается и обгоняет Вивера по NetWars. Ну и команда OG, как показывают нам режиссеры, выигрывает полторы тысячи по золоту и более пяти по опыту. Хотя, казалось бы, равная игра. Очень яркий старт от команды MVP. Три фрага на разных линиях. Коров расшатали. Строй все равно OG не сломали. Вот эта драка. Вот эта драка внизу она решила многое. По крайней мере определила лидера на ближайшие минут 5-10 касательно денег и опыта. И сейчас нужно искать какой-то выход из сложившейся ситуации уже ребятам из Кореи. И какие есть варианты? Ну просто давать снайперу побольше фарма. Да, вот он древник сейчас стоит, бьет. Его там даже охраняет целых два героя поддержки. Это замечательно. Но как долго это будет продолжаться? Как долго они будут втроем тусоваться в одной части карты? И это интересный вопрос. Да, и такой возможности резко получить деньги, не выиграв драку, у героев команды MVP просто-напросто нет. Если есть луна, которая через глоевые 3-4 пачки эншентов забирает у команды OG, то у коллектива MVP снайпер, он реально постареет и умрет от старости, пока 3-4 пачки заберет. Да, тем более... Нет никакого буста урона. Именно, именно. Способности не помогают забирать этих древних, а артефактов еще нет. И ты попадаешь вот в такую неловкую ситуацию. Тут, кстати, в неловкую ситуацию сейчас могут угодить OG, потому что их тут трое. А вот парней из Кореи тут пятеро, тем более, что Слардер просто ретировался и оставил тут одного С4, судя по всему. У Анны, если что, есть трвела. Да, кажется, С4 приплыл, потому что еще свап будет буквально через секунду. Вот он пошел и минус Дарксир, конечно же. Еще Мекку нажимал, но фраг в любом случае достался снайперу. И замечательная возможность вышечку забрать. Должны, правда, в это время Луна забирает вышку на центральной линии. И продолжают движение к Т2. И вы уже поддавили под Т2. Там, я смотрю, иллюзии Луны от Шадоу Демона. Спокойно Т2 разминают в центральной линии корейского коллектива. Может быть, и MVP не стоит отсюда уходить. Есть смысл попробовать продавить. Скоро будет Хилингвард. Да, могут попробовать. По здоровью только проблема. Маны вроде бы пока хватает. Да, есть Скиллитбард. Все, отлично. Можно дальше толкать. OG чем занимаются? Я вижу пока только сплит пушащего Эмбер Спирита. И правильными делами занят этот персонаж. Остальные, возможно, попробуют сейчас либо навязать драку. Отспамиться просто нечем. То есть нет банальных заклинаний, которые бы ты мог кинуть с большой дистанции и прогнать вражеских героев из подвышки. Раньше это было очень популярно. Герои типа Лины, они пользовались успехом просто хотя бы по этой причине. Ты пришел, пару заклинаний закинул, все, крипы умирают, герои боятся. А сейчас мы видим то, что вышка падает, достается она Виверу. И забег от Слардера с Дарксиром в смолке. В это время на верхней линии находился Эмбер Спирит. Немножко продавил линию вплоть до Т2 и должен отсюда уходить. Потому что Эмбер Спириту одному гулять, наверное, опасно. Герой все еще, в принципе, подвержен урону. Вот команда MVP развалит его очень быстро. Если там не будет какого-то ремнанта, либо контроля добавят. И улетает отсюда двое из игроков южнокорейского коллектива. А Феби, по-моему, приплыл, скорее всего. Да, Феби отсюда не отпустят, куда Эмшелом находится Джеракс, который в инвизе. Феби не понимает, почему так сильно печет. Здесь в невидимости Джеракс. Феби очень сильно выжигают. И не должны отпускать его отсюда. Джеракс наконец-то появляется из инвиза. Стяжка шикарная от С4. Сразу трех героев под стенку. Правда, потеряли уже Джеракса. Абадон наконец-то дострадал. Анна приходит сюда. Анна теряет здоровье. Анна старается улететь. Отсюда есть ассасинейт. Анна добьет ли его? О, да. Ну, добивают. Это минус два со стороны команды MVP. Хорошо ответили. И Ноутейла стараются добрать тоже. Флай рядом. Если что, постараются подсейвить. По-моему, Флайу просто нечем это сделать. Флая забирают. И Ноутейл тоже отсюда не уходит, не отдается крипам. Ноутейл минус четыре со стороны южнокорейского коллектива. За эту наглость, за это давление по Т2 наказывают своего оппонента. Хорошо, как начали, да? Я бы даже сказал не за наглость, а за чрезмерную увлеченность. Они так сильно хотели забрать этого Абадона, что забыли, что идут прямиком под Т2 вышку, что там могут находиться вражеские персонажи и что их будет просто-напросто больше. Это была реально грубейшая ошибка. Вот просто увлеклись немного. И за это увлечение их сейчас наказывают еще тем, что забирают Роша на MVP. Эгиду забирает Жигернаут. И вроде, буквально мы смотрели 3-4-5 минут назад, OG провернули великолепный замес. И сейчас мы видим ровную противоположность этого. Да, не было проблем у команды OG. Мне в какой-то момент показалось, что OG просто заигрались. Было видно, как, знаешь, вроде как веселились. Да, да, да. Можно бы ведь было дать Slytherin' Crush еще там за 2 километра до Т2 и забрать спокойненько Абадона. Они не хотели тратить единственное оглушение, потому что телепортироваться мог. Хотя там еще вакуум, наверное, был. Ладно, в общем, теоретически, я думаю, если сейчас им показать эту ситуацию, они скажут, что да, нужно было забирать этого Абадона всеми силами, либо просто убегать от него. Вот так провожать его явно не стоило. И сейчас выход на Вивера. А чем его, собственно говоря, ловить? Вот, да, нечем. Не успевает допрыгнуть селедка. Ты, кстати, видел, что там у Вивера? Да, да. У Вивера Диффуза, Драгон Лэнс. У него все просто изумительно. Он идет с таким же показателем Нетворса, как Луна. На секундочку. Так, а для Луны стакли Эншентов. Для Луны создавали пространство. Луне дали очень удобную линию. For If это, если что, Хардлейнер, команда MVP. Это не тот, кого облизывали. Это не Джиггернаут, с которым стоял Абадон. Ну, к чести Хардлейнеров можно сказать, что и С4 отстоял неплохо. Он вообще первое место держит на этой карте. В принципе, да. Так, в опасной позиции находится команда MVP. Потому что я видел очень много коллективов, которые на этой горке братскую могилу из своих тел устроили. Но пока их OG не палит. И все, For If спадает с него Смоук. Да, пингуют, кстати, вот на эту точку. Игроки OG. Тут ставится еще и вард. И, возможно, будет сейчас Смоук. Нет, нет, нет. Просто отправляют иллюзии на разведку. А там, если не ошибаюсь, два варда возле Рошана стоит. От европейского коллектива. И, по-моему, к тому моменту Смоук с MVP упал. И должны были видеть перемещением корейцев OG. Да, возможно. Возле Руны там как раз два. И Сентряк, и обычный Апсерв. И Смоук уже к тому моменту спал. Ну, теперь-то точно знает OG, где находится команда MVP. И как же они будут реагировать? Обрати внимание, где находится Вивер. Вивер стоит фактически под базой соперника. И ждет момента выхода, чтобы дать свармы, я думаю, удачные. Да, чтобы вгрызться вот в этих тонких суппортов, которые находятся за спинами у своих мощных керри-персонажей. Ты просто нападаешь на шадоу-демона, и он не знает, что делать. Он может потратить дизрабшен на себя, например, а не на мощную луну или еще какого-нибудь сильного персонажа. И таким образом ты сбиваешь план на драку. Это вот то, что мы видели, когда Абадона первого начали убивать. Он все, он сразу в панике, надо как-то спасаться. А на снайпера уже пофиг. А на самом деле OG провели шикарный промежуток полуминутный. Потому что они не показывались. И казалось в какой-то момент, что они боятся выходить, не хотят драться. Там вивер стоял, тратил очень много времени в деревьях. А в это время, нам показали на дополнительной камере, она просто забрала вышку внизу. Т2 внизу, оно, мне кажется, неравноценно с Т2 на одном из флангов. Оно неравноценно с тем, что вы стоите в четвером в одном месте или даже в пятером и просто прожигаете свою жизнь. Это я могу сто процентов сказать. Появляется Battle of Fury у Ember Spirit, мы видим. Ну и, естественно, Black King Bar для снайпера. С Black King Bar станет в разы легче, потому что контактников, как таковых, способных добраться до снайпера и наносить ему урон физический, не так-то и много. Ember фистами, да, можно, но только когда-то давно. Пока что артефакты еще не совсем те. Luna просто придется далеко бежать. Вот-вот, смотри, что происходит с Ember Spirit, если вдруг он находится вне позиции. Сюда иди. Ну, давай еще так. Пух. Нет, не хочешь? Да, и уже обходит, уже парочка игроков, Джиггернаут и Вивер уже обходят Анну. И должны понимать, что Анна там может быть не один. Джеракса сейчас найдет 4EVE. Будет ли погоня за ним? Да! Джеракса теперь просто раскатят. У него есть телепорт, он старается уйти отсюда, он просто не успевает. 4EVE благодаря своим Defusal Blade не чувствует Слардара. Мы говорили, что рано или поздно это станет проблемой. Ты вроде бы отчасти в шутку, но на самом деле на полном серьезе говорил, что и Слардар станет кормом для Вивера. Вот мы добрались до этого момента. Да, причем важно также понимать то, что Вивер специально не выходил из шухучи, не наносил эту тычку заветную просто для того, чтобы сбить этот блинг-даггер, а дальше уже ты вгрызаешься, вешаешь сформ, и все. И от тебя селедка просто физически не способна куда-то уйти. Поэтому, собственно, Слардар и решил сделать телепорт. Луна приобретает Манта Стайл. Кстати, Луну нашли. Да, и убили. Нам, правда, это не показывают. Показывают противостояние от Джиггернаута и Эмбер Спирита. Но у Луны тут серьезные проблемы, уж поверьте. Вот он, Олтейл, который умирает. И вот так же умирает его товарищ. А и С4 нашли. Нашли С4. Его сразу же высвапывает Винган. Надо вгрызаться в С4. Флай уже 100% тяжелее. С погоня за С4. Шнайпер расстреливает по спине С4. Как же здорово дал Swarm4E. Таким образом, подсветил Дарксира незамедлительная реакция от Дубу. Сделали свап и разобрали сразу трех героев. А куда же пошел Джеракс? Все правильно. Он пошел. Он вспомнил то, что могут выехать еще и по его душу. И просто ушел дальше забирать на себя крипчиков. Действительно. А тут осталось буквально два-три живых крипа. Нужно их... Нужно их лечить. Нужно их как-то держать. Все. Они умирают. Это значит, что на базу зайти будет невозможно. Хотя бы их Door Protection пока, я вижу, не работает. Да. Видимо, они слишком близко успели подобраться к базе. И еще секунду. Как же все сильно переворачивается. Еще секунду. Они настолько симпатично выглядят в этой игре. Так неожиданно для всех. Для зрителей, для аналитиков. Вы тоже это услышали. Наверное, и для комментаторов. Да просто на кухнях люди обсуждали. Я думаю, доту. И не ждали от MVP, что они первые зайдут на базу. Вела раскручивается. Начинается драка. Эклипс пошел также от Луны. Фэби уже фуловый. Ультимейт есть на нем. Стенка ставится у Дарксира. Умер уже Слардар. Фуариф начинает нарезать по своим оппонентам. Летят Глейв и Ана. Слишком далеко выходит из базы. У него наверняка есть ремнан. Да, улетает Ана. Но слишком битый. Фуариф старается убежать отсюда. Уже таймлэпс был использован. Фуариф это главный из живых персонажей. Потому что Джаггернаута уже забрали. Терять Фуариф нельзя здесь в команде MVP. Какой же чудовищный урон наносили иллюзии Дарксира только что. Потому что по сути они и убивали всех этих там Джаггернаутов. Прочую живность. Винджфул Спирит. Просто прогнали, выгнали всех с базы OG. И в итоге у них получилось весьма комфортно защититься. Несмотря на то, что до этого они допустили просто чудовищную ошибку. Я имею ввиду тот момент, когда они втроем там умерли под базой. Вот сейчас мы видим С4. Стяжечка там пошла. Сейчас где-то должна быть стеночка. Да, раскрутка. Анна живет. Анна дает очередные фисты. Винга там уже почти умерла. И вот. Вот там стоят иллюзии, которые Shadow Demon сделал. Из луны разрезают. И также настреливают вон иллюзии там снайперов и прочих персонажей. Очень, очень много урона. Очень опасный этот Дарксир. И, казалось бы, стена, обрати внимание, просто перпендикулярна тому, как она должна была или как она привычно ставится при приеме соперника у себя на базе. И, тем не менее, очень много пользы внес. Ну, распределился немножечко золотой фонд. Мы видим на карте. 11 с копейками уже есть у снайперов. Он выходит на вторую позицию. Ну, и Анна постепенно... Он не стал крепче, безусловно. Он не стал менее уязвим к физическому урону. Но, по крайней мере, он сам уже наносит много урона. Флай. Должен выживать после ассасинейта. Очень мало здоровья у флая. Смотри, смотри, что делают иллюзии. Как они вырезают дубу. Минус Vengeful Spirit. Он еще и половину Вэлла съесть успел. Какой мрак! Вот вам и Shadow Demon. Не рассчитали немножечко свое здоровье. Да, Венга очень быстро отъехала. Снайпер наконец-то для коллектива MVP приобретает Мэл Стром. И теперь с иллюзиями немного получше будут работать. Я прям вижу, как Венга бежит и говорит, Ребят, тут такой сладкий Shadow Demon. Сейчас оглушение даю и развалим этого малыша. Через 40 секунд. Да, да. Когда выйду. Из таверны выберусь только. Я обязательно развалим. Так, вот он Вэлла. Вот он получает. Ждали. Просто ждали Вэлла. Что? А вот так? А на что был расчет? У тебя рядом нет никого. Тебя вытирают за мгновение. Зачем? Ладно. Хорошо. Мне кажется OG сейчас сами не поняли, что произошло. Ибо момент крайне любопытный, если так можно сказать. Пожалуй, да. Там хотя бы мог бы быть Абадон, который спас Джиггернаута. Второй раз умирает Джиггернаут. Если первый раз это было обязательно, то второй раз очень даже зря. Но надо с другой стороны было защищать как-то свою базу. Видим, появляется Black King Bar у Вивера. И если я не ошибаюсь, Эмбер Спирит приобрел себе Кристалис. Да, Эмбер пока не особо решает играть через защитные артефакты. Так, у нас забрали еще Vengeful Spirit. Замечательные такие одиночные убийства совершают OG. Просто ты таким образом психологически загоняешь команду глубже к себе на базу. Ты думаешь, блин, вот сейчас нужно пойти вард поставить. Опять умирать, что-то неохота. А тебе команда такая стоит за спиной. Она говорит, ну давай, иди, иди. Сейчас все норм будет. В этот раз тебя точно не убьют. А там трипол килл, ультра килл. Джеракс сильно страдает. Но, к счастью, Слардар рядом находился она. И спасают селедку. Мы уже видели момент, наверное, минут десять назад, когда Вивер не почувствовал Слардара. Здесь примерно все могло бы повториться. И убегает Слардар отсюда. У него мало здоровья. Так, там снайпера убили. Но нам опять этого наш замечательный обсервер не показывает. Суть в том, что просто засаду на него устроили. Эмбер Спирит через фисты и Селинг Чейнс классно напал. Далее присоединился Слардар. И они там на пару этого снайпера быстренько уничтожили. Появляется проблема, что очень мало героев, которые по иллюзиям работают. Джиггернауту, по-хорошему, здесь бы какой-то Battle Fury либо те же молнии, которые есть у снайпера. Потому что просто растягивают по всей карте уже своего соперника. И сначала вверх разваливают, потом нижнюю линию мучают иллюзиями. Луны от Манта Стайла и от Дизрапшена. Обрати внимание, как чётко сейчас OG начинают катать MVP Phoenix. Просто потому, что они понимают, Эмбер Спирита ловить нечем. Там есть фактически одна сосулька от Vengeful Spirit и всё, из контроля. Но больше оглушения просто-напросто нет. Там ни сайленсов, ничего прочего просто нет. И нужно либо добивать это как-то артефактами, а до тех пор Эмбер развлекается. Занимается только чем его душе угодно. Вот мы видим, нападает сейчас на вело. Вновь с двух сторон заходит OG. Джеракс, Фебби, ультимейт включает. На развороте стараются развалить Джеракса. Фори включил Black King Bar. Дальше по спине Джераксу. Ну, Джеракс не должен уходить, хотя рядом есть Флайс. Прячет ли его? Прячет. Но вряд ли уже отсюда убежит Джеракс. Джеракс в итоге делает даггераут. И Джеракс на спринте умудряется убежать от команды MVP. Опять очень сильно битый, но тем не менее живой. А там в это время внизу уже Луна начинает давить. Точнее, не начинает, а продолжает давить нижнюю линию команды MVP. Да, и у тебя на одной линии находится Ember Spirit, которого ты поймать не можешь. А на другой стороне у тебя находятся иллюзии Луны. Которые, по сути, ну, можешь прийти их убить. Хорошо. А они вот так вот подходят к твоей вышке, снимают с нее 100-150 хитпоинтов и все. Так повторяется 10-15 раз, вышка падает. А ты можешь убивать эти иллюзии до бесконечности. За них никакой награды нет, ничего нет. Только нервы лишние тратишь и говоришь, опять этот Shadow Demon Luna, да как же их законтрить? Ваша версия, Дмитрий. Как же их законтрить? Опять-таки, Луна, Shadow Demon. Возможно, стоит убирать вот этого вот парня, который флай бегает, такой фиолетовый, шипастый. Были команды, которые у нас неплохо играли против Луны и Shadow Demon здесь. Ну, не знаю того ли ранга MVP исполнителей. Именно на данном этапе. Вроде бы какой-то изначальный план у них был. Они очень рано зашли на базу к сопернику. Мы знаем, что против Shadow Demon Luna надо играть агрессивнее, навязывать драки. Не давать возможность вот расти этому снежному кому из этих иллюзий. Но MVP потеряли темп при заходе на нижнюю линию. И сейчас не совсем понятно, как набрать опять этот темп. Джеракс, Фэби. Ну, нужно удар сделать. Да, вот так вот. Пример. И все. Так можно работать. Так можно. Но база горит. База горит. Там уже находится Ана. Я хочу верить, что есть телепорт у команды MVP. Есть. Но это Абадон. Он ничего не сделает. Он выгнать никак не может. Физически не может выгнать этого героя. И все. Минус башня. И можно спокойненько ломать базу. Да, он так и делает. Мой мальчик. Правильно переключается. Держит пока что чейнами Фэби на месте. Тут есть у кого-то телепорт. Тут же Геннаут. Опять секунд еще откат на телепорте. И ты посмотри, как иллюзии! Как иллюзии! Как иллюзии! Затягивает Кио на хайграунд. Он стоит под стеной. Кио, бедняжка. Сильно страдает. Просто делает тэпаут отсюда. И драться в итоге он не может. И тут уже Ана нарисовалась. Это жутко! Ты посмотри, тут уже нарисовался Ана. Он прогоняет людей из пещеры Рошана. Ноутейла, конечно, страшная головная будет для команды MVP. Который раз, если до этого сильно страдали саппорты, то теперь мы видим, что и кор персонажи жуткую боль испытывают. Кио расстреливает Ану потихоньку. Получает лутин бим от Ноутейла. Иллюзии побежали. Кио просто домой. Я думаю, можно этой фразой охарактеризовать всю игру. Иллюзии побежали. И на этом все. Посмотри, что происходит с этим снайпером. 80 хп остается. Это уже не смешно. Холодножабинка. В чем твоя проблема? Посмотри, что происходит. Я, кстати, видел, там уже иксмайк тоже сгорел в твиттере. Пишет, что эта комбинация уже 9 месяцев как сломана, а ее до сих пор не починили. Пытались чинить. Понижали урон по зданиям этой иллюзии. И шеду демону понижали различные параметры его и заклинаний. И вроде по-прежнему работает. В чем дело? Работает. И команда Лу-Джи, по-моему, сейчас попытается забрать одну из сторон. Дэдловс приносит себе Эмбер Спирит и Уан. И обратите внимание на цвет бутылочки, который у него. Этот синий напиток дает громаднейшее количество урона. И пара фестов с критом, если залетят на базу команды MVP, я боюсь, что мы кого-то потеряем. Слушай, его там хотели забрать, но я вот смотрю, что стрелочка с Эмбер Спиритом неожиданно оказывается в другой части карты. И мы понимаем, что до сих пор контролировать его нечем. Я не знаю, орхид, эммм, что еще, хекс, что угодно. Любое средство контроля. Это будет неплохо. Заденает, нет. Добьет, не добьет. А надо добивать. Иллюзии все равно забирают вышку. Надо добивать ее. Да! Сиханул в итоге. Вивер забирает собственную вышку, потому что забрал бы ее таким образом Shadow Demon. И посмотри, вот они. Две иллюзии. Зашли на базу. Буквально продержались там секунд. А там Эмбер Спирит, кстати, верно. А там Эмбер Спирит. А не катать так будут до бесконечности. Ну, есть, конечно, финал у всего этого. Да, там ХП у трона заканчивается. Но, в целом, я думаю, что никто не будет отказываться от этой схемы. И срочно надо какие-то артефакты. Надо Monkey King Bar. Здесь столько всему надо корейскому коллективу, что я не очень понимаю, где брать деньги на все это добро. Они сейчас просто убивают иллюзии. За иллюзии деньги не дают. Все, чем они занимаются, они отбиваются от иллюзий. Да, и это минус нижняя сторона. На верхней стороне также Эмбер Спирит, мы видим, уже сломал, кажется, казарму магов. Да, снайпер там ему очень сильно лицо разбил. Но кому это волнует? Нет стороны уже, все, ее не восстановить. Лицо у Эмбера восстановится. А вот казармы уже нет. И во время предматчевой аналитики говорили о том, что на первой стадии не банили. Да, и вообще не уделяли никакого внимания, что это у Демоны Луни. Вопрос, почему? Реально, почему никто не уделяет внимания этой парочке? Я думаю, на второй карте посмотришь стадию драфта, тебе все станет понятно. Именно к этому я и веду. На самом деле, MVP не будут, я думаю, рисковать, чтобы во второй раз играть против этой связки. Да, там Эмбер уже фактически сломал еще и казарму мечников. Да, спокойненько. Раз. Говорит, сюда иди. Бах. Он даже умереть бы сейчас мог. И он, кстати, умрет. Наконец-то. Но это не имеет никакого значения. Почему? Потому что тут четыре иллюзии заходят по центральной линии. А иллюзии укрепляются. Обожаю эту игру. У иллюзий больше уровень. У иллюзии по-прежнему есть бабочка, с которой нечем работать в команде MVP. Негде насобирать деньги на этот злополучный Monkey King Bar. Потому что Вело пошел по другой сборке. У него Diffusal Blade, у него мант оставил. Но иллюзии Джиггернаута это далеко не иллюзии Луны. Тем более в большем количестве. Да, конечно. Вот что делать? Давай придумаем хотя бы гипотетически. В команде MVP возможные ауты, возможные выходы из этой ситуации. Кроме того, чтобы купить по блинку на всех этих героях, ворваться неожиданно, вероломно. И попытаться уничтожить эту Луну, пока ее там никто не спасет. Но есть что-то у демон. Я думаю, какая-то драка, опять же, на узком пространстве. Вот, пожалуй, Рошан. Пожалуй, где-то попытаться сформ забросить по всем. И хорошенько расстрелять всех в Рошпите. Но OG, в принципе, туда сейчас могут и не идти. Им нечего там делать. Смотри, 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 что происходит. Джиггернаут. Джиггернаут и есть башер. Но Телкжит за ним. У него по-прежнему есть Монтастайл. Он по-прежнему его не использовал. У него есть Хьюрикен Пайк. Он может этого Вела просто расстрелять Тубу. В итоге свап делает его Вела, потому что его просто убьют. Он умрет, кстати. Ах, не успел, не успел. Это время... Айфор Иву не хватит времени, чтобы забрать Флая. Что Люсин Бим поймал. И, по сути, Луна выполняет здесь еще и роль спасающего героя. Обрати внимание. Да, я вижу. Это... Такая... Просто... Команда прикрытия, знаешь? Да. Надо выиграть миллисекунду какую-то, чтобы улетел Флай. Чтобы там Вивер его не стел. А Луна просто заходит. Огонь на подавление. И ты хочешь, подходи. Хочешь, не подходи. Хочешь, дерись. Как-то пытайся сражаться. Это бессмысленно. Улджи понимают прекрасную силу своего пика. Понимают, как просто надо все это исполнять. Потому что я смотрю, тот же Эмбер Спирит где-то прогуливается. Только сейчас подходит к своим тиммейтам. Примерно понимают, что все под контролем. Из базы MVP не выйдут. Это фланги. Это снесенные фланги. Это одна из самых опасных вещей, когда вы... Постоянно к вам поддавливают уже в Т4 крипы. Поймали Вивера. Вивера стирают в дайне Ока. Она добивает его. Нужно выкупаться. Потому что, если сейчас Вивер не выкупится, это минус центральной линии. Я думаю, можем рукой помахать в первой карте коллективой MVP. Да, это... Пока дерутся. Пока дерутся. До мега крипов остается всего ничего. Вновь появляются иллюзии. Они вновь заходят на базу. И уже тир-3. Вышка разрушена. Стяжка. И великолепный врыв от Джеракса. Мы видим, что только Абадон, кажется, выживает. Нет, еще и Вела раскручивается. Тоже пытается убежать. Феби еле живой. Также уходит под фонтан. И пишет ГГ. Хватит. Действительно хватит. Надо было рано или поздно это закончить. Команда MVP проигрывает. Такое яркое начало. И такая прагматичная развязка.